Я посетил районы Ленинградской области, которые сейчас называются партизанским краем. Называются эти районы так потому, что партизаны уничтожили здесь фашистские гарнизоны, захватили в свои руки населенные пункты, восстановили советский строй и с оружием в руках охраняют его, не допуская в эти районы немецко-фашистских мерзавцев. Там, в глубоком Тулу врага, я видел колхозников и колхозниц всей душой преданных Родине, готовых на любые жертвы во имя ее. С глубоким волнением я слушал многочисленные рассказы о храбрых патриотах, борющихся с фашистами. Я восхищался их мужеством, волей и бесстрашием. Молодой партизан Юра Иванов, израненный, попал в лапы немецких фашистов. «Повесить!» — коротко приказал немецкий офицер. «Прошу развязать руки. Хочу Богу помолиться!» — попросил Юра. «Ага!» — заречал офицер. «Раскаялся? Развязать руки!» Едва успели солдаты выполнить приказ, Юра подскочил к офицеру и наотмашь ударил его по лицу. «На тебе, гад, партизанскую молитву!» 14-летнего партизана Костю Богданова долго пытали фашисты, стараясь разузнать, где находится штаб партизанского отряда. Затем его вместе с отцом фашисты раздели и вывели, чтобы расстрелять. При первом же выстреле Костя упал и притаился мертвым. Но палачи проверяют, как исполнено ими черное кровавое дело. Хватив за волосы, фашисты дважды подняли его и бросили на землю. Костя не шевелился. Для верности фашистские палачи дважды выстрелили в юношу. Обе пули пробили насквозь плечо и бок. Костя не издал ни звука. Истекая кровью на морозе, без полушубка и сапог, Костя Богданов недвижимо пролежал пять часов. А когда стемнело, он дополз в деревню, весь залитый кровью, с опухшими от холода ногами. Сейчас Костя поправляется. Я прочитал его письмо к матери. Трудно передать пылающую ненависть этого юношу к заклятым врагам. Этой же ненавистью к оккупантам проникнуты все старики, женщины и подростки. Они поклялись не слагать оружие, пока на советской земле есть хоть один оккупант. Эту клятву они подкрепляют конкретными делами. Как известно, население этих районов написало товарищу Сталину письмо. Партизаны и колхозники рассказывают в этом письме, как фашисты путем кровавого террора хотели сломить волю и дух советских людей. Но фашисты забыли одно, что они имеют дело с русским народом, который никогда не стоял и не будет стоять перед врагом на коленях. Вместе с письмом колхозники порешили послать красный обоз в продовольствие трудящимся героического Ленинграда. В несколько дней было собрано 3000 пудов хлеба, мяса и крупы. Рискуя жизнью, колхозники на 225 подводах доставили свой подарок через линию фронта в расположение нашей армии. Никогда не стоял и не будет стоять на коленях перед врагом советский человек. Весь народ встал на борьбу против немецких оккупантов. Об этом поют девушки партизанского края в своих частушках. Мало Гитлеру придется землю русскую топтать. В каждом доме, в каждой хате будем немцев убивать.